Каким образом, как появилась в Татте звезда вот такого масштаба, как Ирина Михайловна Максимова? О ее необыкновенной судьбе, ведь ей предстояло сначала стать балериной, затем неподражаемой актрисой драматического театра, а затем волей судьбы она вернется в родной Таттинский Улуз и станет режиссером и основоположницей первого в республике Таттинского народного театра. Ирина Максимовой создан идеальный образ национальной внешней и внутренней красоты. Образ Нергугун у Максимовой имел свою целеустремленную логику. Это давняя легенда о наших якутских Ромео и Джульетте. Большой колын дает князет Сарбеке отцу девушки. И тот продает свою дочь за связку дорогих звериных шкурок. Женой богатого дурака должна стать Нергусун. А девушка любит бедного охотника Лоокута. Она еще не знает о грозящей им беде. Сердечно приняли москвичи артистов из далекого северного села Итык-Керин. И очень символично, что именно Нергугун довезла до Кремля весь коллектив. Этот подснежник, пробивший мерзлую землю, это знак весны, за которым следует многоцветие.